Они такие же разные. У кого-то есть стремление к музыке, у кого-то стремление к рисованию. Гении среди них тоже есть, безусловно. Общество у нас не готово на сегодняшний день к принятию этих людей. Им очень трудно общаться, они не могут общаться. К нам пришла группа родителей, которая сказала, что мы боимся и не знаем, что будет с нашими детьми, когда нас не будут. Дети очень, очень нежные, им нужно помогать. Этих детей принято называть особенными, детьми индига, детьми с расстройствами аутистического спектра. Их не так уж и мало, но похоже, общество до сих пор не определилось, как к ним относиться. И этим детям тоже трудно живется в обществе. Что можно сделать, чтобы изменилась эта ситуация? Поговорим сегодня об этом в студии, в которой мы обсуждаем наболевшие проблемы и пытаемся решить, казалось бы, неразрешимые вопросы. Вы смотрите программу «Студия 49», я ее ведущий Сергей Никитин. Здравствуйте. Сегодня нашими экспертами являются Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, и Марина Кошенова, заведующая кафедрой социальной психологии и виктимологии Новосибирского педагогического университета. Здравствуйте. Но сначала, как всегда, смотрим сюжет. Их очень часто сравнивают с инопланетянами. Они живут в собственном мире, беспомощны в самых простых вещах и резко выделяются своими мыслями и поступками от общепринятых норм. К сожалению, многие до сих пор их принимают за умственно отсталых. В то же время среди людей с расстройством аутистического спектра немало талантливых и гениальных личностей. Физик Альберт Эйнштейн, писательница Вирджиния Вульф, основатель Майкрософта Билл Гейтс и многие другие. Ежегодно, 2 апреля, во всем мире отмечается Международный день распространения информации о проблеме аутизма. Отмечают его и в Новосибирске. Для меня тема эта очень близка, потому что ребятишек у нас с подобным здоровьем в городе очень много. Люди с аутизмом всю жизнь, с рождения до смерти, нуждаются в специальном, организованном медицинском, социальном, психолого-педагогическом и юридическом сопровождении. Главная сложность для них – адаптация в обществе. Их поведение в силу нарушения психического развития отличается от общепринятого, что зачастую вызывает раздражение у окружающих. Взрослые многие считают, что ребенок не воспитан. Что это за поведение? Сложно донести людям, объяснить, что нужно быть добрее, и вдруг этот ребенок просто способен. Сегодня в России отсутствует институт ранней диагностики расстройства аутистического спектра. Это объясняют тем, что диагноз «детский аутизм» в возрасте до трех лет поставить невозможно. Социальная помощь нашего общества для детей с диагнозом «РАС» тоже оставляет желать лучшего. Нам пришли официальные отказы от заместителя губернатора, от уполномоченной по правам ребенка. Есть такой приказ 2081Н прошлого года, в который не внесены показания для санаторно-курортного лечения для детей с аутизмом. По данным известной международной организации, занимающейся исследованием аутизма, в странах Запада каждый 88-й ребенок рождается с диагнозом «расстройство аутистического спектра». В Южной Корее – каждый 68-й. А в Китае диагностика этого заболевания растет на 20% каждый год. К сожалению, в России данных о распространении аутизма нет. Серьезных исследований никогда не проводилось, а о самом заболевании заговорили лишь несколько лет назад. Настало время задуматься. Все-таки что это за явление, как к нему относятся сейчас специалисты, насколько распространено это все, в частности, у нас в Новосибирске? Вы знаете, даже ответить на вопрос, насколько это распространено в Новосибирске, на 100% невозможно. Во-первых, не все дети далеко еще выявлены. Во-вторых, ну, поставить просто этот диагноз достаточно сложно. Иногда не хватает уровня квалификации у того же самого педиатра или педагога, который сопровождает ребенка на раннем этапе развития. Родители, естественно, далеко не всегда догадываются, что же с их ребенком не так. Любят ребенка, видят трудности, но угадать, о чем это, на самом деле, оказывается очень сложным. Про что этот диагноз, а кто вообще на самом деле сегодня может до конца сказать о его рамках, о его содержании и так далее? Причины до конца неведомы. Количество детей во всем мире с аутизмом или с расстройствами аутистического спектра постоянно растет. Единственное, что мы знаем, ну, кто-то их называет дети с вселенским пессимизмом, отказывающиеся от коммуникации с миром, которому они очень не доверяют. Не знаю. Наверное, здесь тоже есть какое-то рациональное зерно. Но я совершенно точно знаю, что этим детям трудно. Хотя бы потому, что мы все с вами учимся, получая всю информацию через каналы коммуникации прежде всего. У них этот канал прежде всего существенным образом деформирован. Поэтому им сложно учиться, им сложно доносить свои мысли и чувства. Но это вовсе не означает, что у этих детей нет богатого мира, нет богатого спектра эмоций, или они не могут развиваться. Все равно свои ресурсы у них есть. А скажите, вот действительно вопрос такой, вот чем эти дети все-таки отличаются от обычных? Можно ли говорить о том, что у них умственные способности там ослаблены, или, может, они могут изредоточены на чем-то? Я поняла ваш вопрос. Прежде всего, дети с расстройством аутистического спектра имеют различную клиническую картину. Нельзя сказать, что они похожи друг на друга. У них могут быть различные проблемы и могут иметь различную степень выраженности. И дети, я их называю дети с секретом. Если они на ранних этапах своего развития очень сильно отличаются от детей своего возраста, то предсказать, как они будут развиваться дальше, достигая подросткового возраста или взрослой жизни, ни один врач-психиатр этого сделать не сможет. Потому что у них очень сильно страдает и на ранних этапах, и в течение всей жизни может продолжать страдать именно коммуникативная сфера, сфера социального общения. Из-за этого они не могут до конца продемонстрировать свой интеллектуальный ресурс. Поэтому измерение интеллекта – трудная задача для всех специалистов. И таким образом нужно обследовать ребенка, чтобы ему было подобрано обучение, которое соответствовало бы его способностям на данный момент. И это в динамике может меняться, и меняться значительно. И дети, к счастью, делают большие успехи. И мы радуемся вместе с родителями достижениям детей. Гении среди них тоже есть, безусловно. Вы знаете, когда в обществе есть предубежденность по поводу детей-аутистов, которые ведут себя неверно, не так, неправильно, плохо воспитаны, когда мы ожидаем от этих детей именно умственное снижение, то мы, собственно говоря, не предоставляем возможности проявить свои силы, таланты. Они оказываются незаметными даже не только для специалистов, но и для собственных родителей. Мы же им предусматриваем коррекционную школу, профессию попроще. Нам даже сложно представить достаточно часто, что можно найти какой-то другой путь, более высокий, более социально-статусный, больше сулящий признания. Мы не готовы к этому. Вот в чем беда. Причем стратегическая сессия это убедительно показала. Ольга Борисовна, ну вот вы были как раз, прозвучало слово стратегическая сессия, да, вы были ее инициатором, или одним, во всяком случае, из инициаторов. Расскажите, вот с чем вы столкнулись, да, вот с этой, именно погрузившись в эту проблему? Ну, мы в первую очередь перед тем, как в эту проблему погрузиться, по должности. Мы должны этим заниматься. Мы столкнулись с тем, что существует очень большое количество разрозненных обращений родителей и семей, детей, которым выставлен диагноз аутизм. Или не выставлен, но родители сейчас как раз занимаются тем, чтобы он был поставлен. Вот. И как только мы с этим столкнулись, соответственно, мы поняли, что несмотря на то, что существует на самом деле разнообразные программы, которые предписывают органам государственной и муниципальной власти заниматься проблемами детей и семей, которые имеют ребятишек с расстройствами аутистического спектра, такая программа была принята на уровне области в правительстве, и она свое действие распространяет на 15-17 годы. Она была принята еще в 15-м году. Так вот, несмотря на это, несмотря на то, что все это комплексный, фактически межведомственный план, который, по идее, должен предоставлять большое количество возможностей семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра, тем не менее, ее явно недостаточно для того, чтобы родители, имеющие таких ребятишек, были спокойны и понимали свою траекторию движения, понимали, что им нужно делать для того, чтобы ребенок был максимально возможно адаптирован, социализирован, получил все возможности для своего роста, развития, обучения и далее профессиональной подготовки. Вот это основная проблема. Ну, на наш взгляд, нам так показалось в первую очередь, но поскольку мы осознаем, что эта программа не затрагивает или минимально затрагивает интересы огромного количества ребятишек, которым более трех лет, которые должны посещать детский садик, которые далее должны обучаться в школах, а дальше получать профессию. К нам приходили родители, ну, надо сказать, что в конце этого года мы столкнулись с тем, что к нам пришла группа родителей, которая сказала, что нам всем вокруг 50 лет, и мы боимся и не знаем, что будет с нашими детьми, когда нас не будет. Родители хотят гарантии для своих детей, которые имеют возраст плюс 18 или 18+, хотят гарантии того, что они смогут жить и защищенно жить в наше непростое время в нашем обществе. Ну, то есть это уже даже выходит за пределы детского возраста, да, потому что проблема остается так или иначе? Ну, вы же знаете, что для родителей дети всегда дети, сколько бы лет им не было, и поэтому это на самом деле очень большая проблема. И на самом деле задача вообще государства и общества в целом защищать всех, да, несмотря на то, сколько им лет. Марина Ивановна, а можно вот сказать, сколько все-таки вот таких детей в Новосибирске? Ну, порядок, потому что говорят, что, ну, каждый сотый, например, ребенок возможно, да? Насколько эта цифра близка к реальности? Ну, каждый сотый – это серьезное преувеличение на самом деле. Я, конечно, все понимаю, что число таких детей растет. Вот, ну, статистика официальная, у нас 168 называли детей, дальше 300 детей, то есть она все равно колеблется. И я понимаю, что здесь все-таки с одной стороны попали не все дети, да, потому что кому-то этот диагноз не выставляется. Второй момент – какая-то часть детей проходит под диагнозом с умственной отсталостью, совершенно точно и определенно. Но в любом случае это не такие масштабы, о которых вы сейчас говорите. Хотела бы добавить по поводу статистики. Есть статистические федеральные формы, в которых действительно зарегистрировано 665 человек на конец года. И есть еще областной регистр детей, страдающих с расстройствами аутистического спектра, где входит большее количество детей. И сейчас на сегодняшний день их свыше 700. Всем им установлен диагноз. Большинство из них уже проведены доказательные методы диагностики, которые приняты во всем мире, такие как АДОС и АйДиАЭР. Это у нас в нашем диспансере практикуется, устанавливается, работа с детьми проводится своевременно. Но объемы помощи, которые мы детям предоставляем, конечно, нуждаются в расширении. И сейчас мы думаем над новыми формами помощи детям, в том числе с расстройствами аутистического спектра, для того, чтобы улучшить качество жизни их и семьи, которые их воспитывают. Есть, кстати, теория, что это вообще даже не заболевание, а просто это рождение нового какого-то человечества, которое таким образом реагирует на все эти компьютеры, излучения, на все, что нас окружает. Ведь подумайте, насколько изменился мир. Мы пронизаны вот здесь всякими излучениями, сотовыми, спутниками, любыми. Ну, конечно, как-то организм, наверное, это реагирует, просто мы не знаем, как, поскольку это еще не так и давно, к сожалению, все с нами происходит. Ладно, давайте поговорим с родителями теперь. Я хотел бы к высказыванию наших экспертов добавить три комментария. Но относительно вопроса, какие это дети, это дети такие же, как все обычные, с точки зрения своих талантов или нет талантов, они такие же разные. У кого-то есть стремление к музыке, у кого-то стремление к рисованию, у кого-то к математике, у кого-то к компьютеру и так далее. Они абсолютно такие же, как мы. Проблема в том, что они не могут правильно обрабатывать ту информацию, которая находится вокруг них. Они не могут ее правильно воспринимать, и в этом смысле им нужна помощь. Это первый момент. Второй момент. С точки зрения, хоть у меня ребенку и 7 лет, но я достаточно много общаюсь с людьми, у которых старше 18 лет дети. И я могу уверенно сказать, что эта проблема не то, чтобы если она никаким образом не корректировалась, не было никакого вмешательства, и ребенок не получал какую-то помощь, она не то, чтобы так или иначе остается, она себе вполне остается. И более того, она даже ухудшается, потому что ребенок до 18 лет, он в ограниченной социализации, в ограниченном обучении, в ограничении помощи, он, наверное, деградировал, потому что все его сверстники, они развивались от этих трех лет, а данный ребенок не развивался, и он еще больше отстал от своего общества. Здесь работы очень и очень много, и всем вместе, и нам, и родителям, и органам власти надо об этом задумываться. Я просто хочу продолжить начатую тему, поскольку имею опыт уже больше 18 лет с этой проблемой, и хочу сказать, что мы лично на своем опыте прошли путь частно, когда вкладывалось, да, то есть школа «Аврора», специальные садики, когда ребенку был особый уход дан, да, и была динамика колоссальная. Также мы имели опыт и муниципальная. Я не хочу сейчас критиковать ни систему образования, ничего, ни в коем образе, но просто мы на своем опыте, на своем пути прочувствовали и коммерческие организации, так и государственные. И хочу сказать, были большие перепады в ощущении. Я к чему это говорю? К тому, что все-таки, пройдя вот эти 18 лет, я точно знаю, что при определенном подходе, правильном подходе, у этих детей будет динамика. И также к обществу хочу обратиться, поскольку в начале программы было сказано, что на самом деле общество у нас не готово на сегодняшний день к принятию этих людей. И пока мы были маленькие, это было, как уже говорили, обращалось, ну, там, невоспитанный ребенок, там, капризничали, мы это все прошли, это как-то сходило. Ну, когда уже взрослая девушка, и я иду рядом, и она ведет себя, бывает, не совсем адекватно, конечно, это вызывает еще большее внимание, и люди со стороны не совсем, я бы сказала, адекватно это воспринимают. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательнее. Общество не знает, как с ними себя вести. Поэтому, надеюсь, сегодняшняя программа сделает большой прогресс в этом. А я вот хотела поднять, или, вернее, обратить ваше внимание еще на другую сторону этого вопроса. Сейчас, ну, прозвучала такая цифра, как 645 детей с расстройствами сетического спектра, которые были выявлены в Новосибирске, в Новосибирской области. Ну, это официально выявлено, да? Это Валентина Анатольевна Макашова, наш главный специалист, об этом говорила, и не раз говорила, поэтому мы оперируем этими цифрами. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. 645 детей, это 645 семей. Это означает, что в этой семье, где находятся два взрослых человека, один человек взрослый выпадает из жизни полностью. Обычно это, ну, я могу сказать, по нашему центру, когда мы проводили статистику, это все люди с высшим образованием. То есть они перестают заниматься своей какой-то профессиональной деятельностью. Остается один работающий человек всего лишь в семье, да? То есть я не говорю, какие это масштабы вообще, в принципе, для общества, да? Налогоплательщики, налоги там и так далее, и тому подобное. И все это происходит исключительно из-за того, что почему один человек не работает в семье, потому что должен кто-то находиться с ребенком. А должен он находиться только лишь по одной простой причине, потому что он не может ребенка отвезти ни в школу, не может отвезти ребенка ни в садик, потому что, ну, это надо воспринимать как факт сейчас, на данный момент. Ребенка не принимают, ребенка не воспринимают. Мы просто, ну, не в рамках, возможно, этой программы озвучивать те конфликтные ситуации, которые возникают, когда родители не могут справиться с этой конфликтной ситуация. А еще я могу сказать больше, когда в семье находится одна мама, когда папы уходят, и мама вынуждена содержать ребенка на зарплату, вернее, не на зарплату, на инвалидность, которую она получает, а это всего лишь 20 тысяч, и не более того. И представляете, какая катастрофа для этой семьи. Ей нужно выбирать, либо лечить ребенка, либо кормить ребенка. Еще какой очень важный момент, на что мне хотелось акцентировать ваше внимание, это о том, что, к сожалению, сейчас, и это тоже надо воспринимать как факт, именно родители становятся специалистами для своих детей. И мне очень хотелось бы к вам обратиться. Обратите, пожалуйста, внимание именно на кадры, на образовательные программы для детей, обратите внимание на те мировые тенденции, которые сейчас происходят, то, что происходит сейчас, какие новые технологии появляются, благодаря которым можно обучать наших детей. Согласусь с предыдущим оратором, естественно, один родитель выпадает из жизни, как говорится, своей социализации. Получается, у нас получилось в семье следующим образом, мама была кормильцем, а папе пришлось лет, наверное, 7-8 полностью заниматься ребенком. прошли огонь и воду и медные трубы, различные города, различные реабилитационные центры. Благодаря этому мы каждый день занимаемся этим, постоянно изучаем, мы практики, каждый день этим занимаемся. В городе очень много родителей, мы сейчас собираемся объединить, объединить различными способами. У нас самое главное, знаете, как цель одна, социализация, адаптация детей к жизни, чтобы из них сделать хорошего, нормального человека. И огромнейшая просьба к администрации, к сотрудникам департаментов прислушаться к нам. Мы очень рады подсказать, как это делать, показать на практике, показать наглядные примеры, какими методами заниматься с нашими детьми. Почему и появилась идея как раз создать рабочую группу, в которую обязательно войдут не только представители межведомственные структуры, какие-то структуры ведомственные представляющие, но прежде всего самих родителей. Потому что они лучше всех знают дефициты, они лучше всех знают своих детей. Фактически у всех, как только ребенок достигает 12-13 летнего возраста, на консультациях начинает звучать тот самый вопрос, дальше что? Он вырастет, меня не станет, сейчас я обеспечиваю какое-то качество, что будет происходить дальше, с тем же самым качеством в жизни? Это самый большой страх. Он есть, но он фактически пока еще ни на муниципальном уровне не решается, ни на областном уровне до конца он не решается, мы не видим этого решения проблемы. Но это не значит, что это не нужно опять-таки обсуждать. Я очень надеюсь, что рабочая группа, идея, про которую родилась в стратегической сессии, начнет работать именно продуктивно. Дело в том, что у этих детей у них свой тонкий внутренний мир. Самое важное это преодолеть те стереотипы, которые в обществе существуют. Те люди, которые сидят здесь в зале, они, наверное, творят какую-то историю. Ольга Борисовна, еще тоже к вам вопрос. Ну вот, какие-то сейчас наметились, да, шаги определенные уже во взаимодействии с родителями, да? Шаги наметились уже тогда, когда мы, собственно, приняли решение этот проект развивать. Сейчас задача эффективной, качественной работы на этой совместной площадке для того, чтобы разговоры не остались разговорами, только декларация была выработана. Ну, не знаю, сейчас всегда там дорожная карта, выработан план. Четкий план, которому надо следовать, потому что вы уже услышали, телезрители, надеюсь, услышат, что эта проблема очень многогранна. Но в этом плане мы тоже делаем шаги, и я надеюсь, что к концу этого года либо уже в начале следующего мы запустим новое, ну, абсолютно, новое здание, мы его реконструируем, которое будет просто напичкано всей необходимой инфраструктурой для реабилитации ребятишек, в том числе и аутистического спектра. В программе, о которой мы сегодня, уже я сегодня уже много говорила, в ней есть мероприятия, которые связаны с образованием детей с расстройствами аутистического спектра и школьным, и профессиональным, но надо признаться, что на это отведено в этой программе очень незначительное количество материальных средств. Вы знаете, я присматриваюсь к этим ребятам уже третий месяц, и я увидела для себя, как режиссера, и вообще, как человека, как мамы, я увидела, что этим ребятам надо помогать. Вы сейчас правильно говорили, что им очень трудно общаться, они не могут общаться, но они же хотят, они хотят общаться. И я думаю, что наша идея создать семейный инклюзивный театр, это как раз та возможность помочь этим ребятам научиться общаться. Почему семейный? Потому что идея, чтобы в этом театре еще и принимали участие родители, и уже многие родители говорят, да, мы согласны принимать участие, и быть в спектаклях, и быть на репетициях, и быть на лабораторных площадках вместе с нашими ребятами. И за вот это короткое время, промежуток времени, я получила уже поддержку от нашего театрального института кафедры актерского режиссерского мастерства. Мы подумаем, как сделать ту программу, в которой будет удобно и детям, и родителям. И наши профессиональные актеры нашего города, они тоже согласны с нами работать и участвовать в этих спектаклях. Сейчас много говорили о том, что будет с ребятами после 18, когда они станут мамы, папы, что они будут делать, чему они научатся. Так вот, идея нашего театра это мастерские, которые так необходимы этим ребятам, где ребята будут под руководством профессиональных педагогов, что делать? Шить костюмы, делать декорацию, бутафорию. Вообще, вот в Петербурге, который уже, ну, там уже это проблема раньше, чем в Новосибирске поднятая, там существует такое пространство дружественное для, как раз, вот для таких детей. Ну, и вообще там для людей, не только для тех, где работают психологи, куда они могут просто прийти, к ним будут относиться, как, ну, вот, как дома, что ли, да. И самое важное, наверное, это действительно есть общение, да, там, где тебя понимают. И как раз вот эти социальные контакты, они там и возникают. Хорошо, чтобы у нас, конечно, было что-то подобное. Очень хорошо творческие мастерские или мастерские, где кто-то, кто хочет или склонен заниматься шитьем или изготовлением костюмов, делал бы это. Но уже неоднократно говорилось, что это дети, ну, ровно такие же, как и все остальные дети. У каждого из них могут быть свои наклонности, желания, интересы, способности. Поэтому наша задача предоставить максимально больше возможностей выбора для этих ребятишек. Это могут быть мастерские, это может быть, ну, может быть, все, что угодно в соответствии с тем, что всем нам предлагает жизнь. Поэтому наша задача в этом, ну, создать реальную площадку, на которой мы могли бы подобные проекты продумывать, а дальше реализовывать. И если при этом в орбиту нашей деятельности будет втягиваться все больше и больше неравнодушных людей, это, собственно говоря, я думаю, и поможет. То есть, если это не будет интересом только вот какого-то одного сообщества или группы, потому что всем остальным тогда это будет непонятно. У нас второй год в городе Новосибирске будет проходить форум «Новосибирск. Город безграничных возможностей», где одним из вопросов будет звучать как раз театральные студии для ребятишек разных нозологий разных. Поэтому мы покажем, где дети, которые очень талантливые и с инвалидностью, с ограниченными возможностями, которые занимаются в театральных студиях именно города Новосибирска, пытаемся пригласить профессионалов в театральном искусстве на эту площадку. Поэтому я приглашаю просто обсудить все эти возможности и для именно ребятишек аутистического спектра. Потому что вообще форум очень много. Сегодня вы слышали, что звучит наше учреждение «Муниципальная Олеся». У нас есть центр «Заря», где отдыхают мамы с детьми, и мы стараемся реабилитировать их по направлению правильного отдыха, общения. Вот у нас в скором будущем, совсем-совсем скоро, откроется площадка загородняя оздоровительная, ТЭР, где мы будем делать корпус именно для ребятишек. И можно в загородней зоне организовать подобные мастер-классы, мастер-классы, отдых и привлечение специалистов. Поэтому я приглашаю всех на форум, пользуясь вот этим, где можно еще предложить иные идеи. И благодарна искренне родителям, что они вышли вот на такой широкий спектр. И мы спланировали на самом деле деятельность департамента с разными вот на сегодня структурными подразделениями. Я думаю, что обязательно результат будет. Сколько бы у нас не было учреждений, мы на самом деле, наверное, не сможем удовлетворить все запросы. Понятно, да? Но пока. А может быть, очень долго может длиться пока. Специализированные учреждения. Но есть те же самые учреждения культуры, учреждения при молодежной политике, которые на самом деле готовы пойти на встречу, и стратегическая сессия это показала. Но не главный вопрос звучал. Я хочу помочь, у меня специалистов нет. То есть мы готовы предоставить территорию, мы готовы пойти на встречу, помогите обучить специалистов. И так, чтобы это было толково, в дело с толком. То есть на самом деле люди готовы приходить на помощь. Это первое. Второе. Они будут тем больше приходить на помощь, чем чаще будут случаться передачи подобные этой или события, которые обращают внимание на проблему. Я бы очень хотела сказать, что самое главное это узнать этих детей поближе. Дело в том, что этих детей, у них свой тонкий внутренний мир. Когда их узнаешь поближе, тогда как бы эту всю картину видишь. Они все чувствуют, у них есть привязанности, только самая большая проблема, что они не могут этого выразить. И они очень из-за этого страдают. Поэтому я бы хотела обратиться к людям, чтобы обратили на них внимание и были бы добрее немножко. Потому что дети очень, очень нежные, как бы им нужно помогать. Спасибо. Я работаю в отделе, он назывался раньше отдел здоровья и развития детей, теперь называется отдел профилактической работы с образовательными организациями, семьями и детьми. У нас много задач, но вот две таких задачи, о которых я хочу сказать, это мы осуществляем методическую поддержку образовательных организаций, которые участвуют в проекте, которые с 11 года региональный образование и социализация детей с ООЗ в рамках инклюзии. Вот этот проект действительно действует. И в него сейчас включено достаточно детских садов. Я говорю именно про дошкольные образовательные учреждения, поскольку я представляю этот отдел. Я хочу сказать, что эта деятельность у нас очень плотная и действительно практически она проходит уже вот в течение пяти лет. И я совершенно точно могу сказать, что я как специалист вижу результаты, я вижу мотивацию специалистов дошкольных образовательных учреждений. За эти пять лет я могу сказать, что у нас действительно есть надежды на то, что по большому счету и менталитет в обществе изменится. Сейчас создана рабочая группа, которая будет буквально на следующей неделе, на следующей, по-моему, да, восьмого числа мы уже проведем первое заседание. И как раз то, про что говорил Роман, про то, что говорили остальные родители. Вот эти болевые точки должны стать темами заседания этой рабочей группы. Мы планируем приглашать представителей образования, руководителей департаментов. Мы планируем приглашать, очень надеемся, что врачи откликнутся тоже, потому что очень много вопросов к этим. И как раз к форуму, к осени. Мы должны сформировать некий пакет вот этого видения. Мы очень надеемся, что форум станет запускающей такой площадкой, для того, чтобы дальше началась уже практичная работа, практическая работа по обучению специалистов. Это чрезвычайно важно. И что еще я хотела сказать, что на самом деле совершенно удивительные люди, это родительское сообщество этих детей. Мало того, что потрясающая гражданская активность, то есть фонды созданы, ну, очень многие из них уже работают, активно работают с собственными фондами. Огромная продвинутость в знаниях, то есть эти люди совершенно спокойно общаются с иностранными специалистами. Я так понимаю, что все уже знают английский язык, читают литературу, которая часто недоступна бывает в России, знают лучшие тенденции. И вот сейчас поддержка департамента, на самом деле, одна из представительниц вот этого родительского сообщества находится на Петербургском экономическом форуме, где представляет вот эту совместную инициативу департамента и родителей по созданию серьезного реабилитационного центра для детей с расстройствами аутистического спектра. Это огромный проект, это очень серьезный проект, который, ну, мы все очень надеемся, что удастся сдвинуть, но мне кажется, что родители вот с таким зарядом и с такими знаниями, с такой силой, энергии, вот любви своим детям, я думаю, что это им посильно. Вы знаете, нет, на самом деле, я вот так анализирую то, что происходит в последнее время, ну, получается, ну, лет пять, наверное. Возможно, мы еще не осознаем то, что происходит, но это некие какие-то исторические факты. Вот, по большому счету, вот те люди, которые сидят здесь в зале, они, наверное, ну, творят какую-то историю. И я буду искренне рада тому, что то, что мы сделаем, да, сейчас, у истоков того, чего мы стоим, что пройдет 10, 15 лет, 20 лет, и тогда уже не будет возникать вот этих проблем, а что сделать детьми, а куда их везти учиться, а примет ли их детский садик или не примет ли детский садик, что они будут совершенно спокойно приходить куда угодно, они будут абсолютно полноценными членами общества, я искренне на это надеюсь, мне кажется, это должно получиться. Ну, это вот та мысль, которая у меня возникла, когда вот я так посмотрела все со стороны. Ольга Борисовна, у меня к вам такой короткий вопрос, так получилось, что по совместительству я еще директор некоммерческой организации «Атмосфера помощи людям с расстройством аутистического спектра». Мы испытываем сложности в общении с властями, и в частности, сложности в том, который вы, в общем-то, вы и обозначили, что есть у нас департамент социальной политики, есть образование, есть медицина, и нам вот как бы очень сложно собрать всех в кучу для обсуждения как бы таких вопросов, в рамках которых они не могут самостоятельно каждый ответить. И кто бы на себя мог взять эту функцию, потому что мы как бы такую серьезную проблему с этим испытываем. Я уже говорила, я считаю, что это одна из основных наших задач, как вы выразились, собрать всех в кучу, потому что без этого невозможно. Мы считаем, что это удастся быстро сделать, достаточно быстро сделать, потому что сегодня говорили уже о площадке форума «Новосибирск город безграничных возможностей», который как раз призван консолидировать внутренние ресурсы разных структурных подразделений, имеющих свои задачи, для решения одной задачи. И если эта задача будет поставлена, а она будет поставлена на форуме, соответственно, перед каждым подразделением будет стоять задачи, которые он будет решать со своими доступными ему средствами. Мы готовы также организовывать вот эти межведомственные площадки для обсуждения, на которых будем собирать представителей разных структурных подразделений, ставить перед ним перед ними задачи, которые каждая из них будет решать со своей стороны. Спасибо, что вы об этом сказали, и мы осознаем, что это совершенно точно необходимо. Самое главное, мы очень рады тому обстоятельству, что мы видим заинтересованность и готовность работать в этом направлении представителей образования, как уже ГАИЛи, культуры, спорта, молодежной политики. И, надеюсь, здравоохранение, пока мы не вышли на такое широкое обсуждение с Министерством здравоохранения Новосибирской области, но, несомненно, будем этим заниматься, в нашей структуре есть отдел по охране здоровья, задача которого абсолютно точно в задачи которого вписывается вот это направление. Ну, вообще, я себя здесь чувствую уже очень одиноко, потому что, на самом деле, хочется быть вместе с мы. Если закончить, для меня, наверное, все равно самое важное это преодолеть те стереотипы, которые в обществе существуют. Это очень непросто. Вот что бы мы ни говорили, мы вообще, как правило, за людей с инвалидностью, но... Лучше бы они где-то были в стороне, да? Да, ровно до тех пор, пока не нужно панду ставить в моем подъезде, если уж мы говорим об опорниках, да. Мы вообще за детей аутистов, мы готовы их поддержать, но ровно до тех пор, пока они не вошли в наш класс, да, и не создали какие-то сложности и проблемы. Мне кажется, вот пока мы вот из тени не выведем людей с особыми возможностями здоровья, пока мы не научимся, понимать, что они ровно такие же, как мы. У одних глаза зеленые, у других голубые, да, у одних проблем со зрением, у других, извините, с поведением. Вот до этого уровня пока не дойдем и не будем принимать всех, мы не сможем быть совсем эффективными. Здесь есть масса энтузиастов, причем интеллектуальных энтузиастов, заметьте, эмоционально заряженных. Есть шанс, правда, на самом деле, что достигнем многого. Дети есть дети и мы их всех любим, даже если они уже взрослые, поэтому давайте сделаем что-то для них такое, все, что мы сможем, все, что в наших силах и тогда наш мир станет немножко лучше. Вы смотрели программу «Студия 49», я ее ведущий Сергей Никитин, смотрите нас каждое воскресенье в 9 часов вечера. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok